За большие заслуги перед Коммунистической партией и Советским государством в укреплении обороны страны и в связи с 70-летием со дня рождения члену Политбюро ЦК КПСС, министру обороны СССР, маршалу Советского Союза Устинову присвоено звание Героя Советского Союза. Вручая награду, генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев сказал. Дорогой Дмитрий Фёдорович, дорогие товарищи, жизнь и трудовой путь видного действия нашей партии и государства Дмитрия Фёдоровича Устинова это яркий пример беззаветного окружения нашим вооруженным силам в делу защиты Отечества. Жизненная программа товарища Устинова, сказал далее Леонид Ильич, была всегда связана с укреплением экономической и оборонной мощи страны. Уже в молодые годы Дмитрий Фёдорович руководит крупным оборонным заводом, а накануне войны партия уверяет ему пост народного комиссара вооружения. После военный период он занимается организаторской работой по созданию современных надёжных видов оружия. Два года назад партия поставила товарища Устинова во главе Министерства обороны СССР. Принимая высокую награду, Дмитрий Фёдорович Устинов сказал. «Заверяю вас, дорогие товарищи, что, как и прежде, я буду все свои силы отдавать служение родной партии советскому народу, бороться за процветание отчизны, за торжество коммунистических идеалов». Со всех концов страны съехались представители молодёжи на 60-летний юбилей Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи. В бурной овации встретили участники торжеств руководители Коммунистической партии и Советского государства. Слово предоставляется генеральному секретарю ЦК КПСС, председателю Президиума Верховного Совета СССР Леониду Ильичу Брежневу. Дорогие товарищи комсомольцы, уважаемые ветераны партии и комсомолы, уважаемые зарубежные гости, дорогие друзья. Центральный комитет нашей партии принял решение в связи с 60-летием ВЛКСМ и, отмечая большие заслуги комсомола в коммунистическом строительстве, наградить Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи памятным красным знаменем Центрального комитета КПСС. Красное знамя, подчеркнул Леонид Ильич Брежнев в своём выступлении, это награда всем поколениям комсомольцев. Тем, кто ходил в стремительные атаки первой конной. Кто возводил магнитку и строил новые города. Кто сооружал Днепрогерс. Кто шёл дорогами войны и выдрузил знамя победы над Рейхстагом. Кто поднимал целину. Кто сегодня пробивает через тайгу и горы, через вечную мерзлоту, Байкало-Амурскую магистраль. Этот день навсегда войдёт в историю комсомола. От имени 38-миллионного отряда комсомолей первый секретарь ЦК ВЛКСМ Пастухов заверил коммунистическую партию, политбюро ЦК, Леонида Ильича Брежнева, что комсомольцы ещё теснее сплотят ряды под революционным знаменем партии. Под сводами дворца съездов плывут овеянные славой побед боевые знамёна. Юбилей комсомола достойно встретили и воины наших доблестных вооружённых сил. Командир атомной подводной лодки, капитан 1-го ранга Козлов, сказал, что молодые воины унаследовали от старших поколений замечательные качества, преданность делу партии, патриотизм, высокую сознательность и самоотверженность. В заключение он передал в президиум заседания рапорт воинов советских вооружённых сил. Лучшие подразделения советской армии и флота прибыли в Москву для участия в параде в честь 61-й годовщины Великого Октября. Эти морские пехотинцы впервые в Москве. От имени своих однополчан старший сержант Михаил Ганнибал сказал, «Мне и моим товарищам оказано высокое доверие представлять морскую пехоту на военном параде в городе Героя Москве». Идут последние приготовления к параду. Последний осмотр и проверка механизмов. На параде осечки быть не может. Так считает лейтенант Сергей Шевченко. Взвод, которым я командую, сдал проверку на отлично. Я очень горжусь тем, что командование дивизии оказало мне высокое доверие участвовать в военном параде в году 60-летие вооружённых сил. Нелегко это было. Выдержать проверку на отлично, чтобы прибыть на парад. Это же не единовременный конкурсный экзамен, а каждодневная упорная борьба в течение года на учениях, стрельбах, манёврах за право быть лучшим. Много трудились и морские пехотинцы. На каждом занятии изо дня в день шли они буквально через огонь и воду. Сейчас наши герои на главной площади страны. Красная площадь. Всё готово к торжественному маршу. Товарищ маршал Советского Союза, войска московского гарнизона для парада во знаменовании 61-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции построены командующий парадом генерал армии Говоров. После объезда войск министр обороны СССР произносит речь. В ней он, в частности, сказал. Советские вооруженные силы, оснащенные современной боевой техникой, поддерживают постоянную боевую готовность, надежно стоят на страже мирного созидательного труда нашего народа. Беззаветно преданной своей социалистической родине, тесно сплоченные вокруг Ленинской партии, советские воины всегда готовы выполнить свой патриотический и интернациональный долг в едином боевом строю с воинами стран Варшавского договора защитить великие завоевания социализма. Торжественным маршем проходят перед Мавзолеем батальоны слушателей военных академий, курсанты училищ, гвардейцы-десантники, морские пехотинцы. На площадь вступают механизированные колонны боевых машин. Октябрьские торжества в столице вылились в яркую демонстрацию нерушимого единства партии и народа. Субтитры подогнал «Симон»